Казачьему роду нет переводу. Справедливость этой истины не нуждается в особых доказательствах. Она постоянно подтверждается. Прежде всего, это рост популярности казачества среди юношества. Казачьи ряды пополняются ребятами, для которых любовь к своей родине – это не пустой для сердца звук. В актовом зале Дома культуры хутора Прикубанского собрались учащиеся 14-й школы. Торжественное посвящение в казачата – такое событие бывает нечасто. Ребята из славянской 16-й школы показали свое строевое мастерство и искусство обращения с винтовкой. С напутственным словом выступила директор школы. Она отметила, что кубанское казачество имеет замечательные традиции в защите отечества и трудовой деятельности. И очень важно их продолжать. Наше поколение должно с честью нести эти традиции. Традиции кубанского быта, традиции кубанской культуры, традиции кубанского казачества. Казак – это воин, который защищает пределы своей страны. И наша задача – это помнить. Атаман прикубанского хуторского казачьего общества Андрей Рахманенко напомнил собравшимся о нелегкой истории казачества. Рассказал о широте души и самоотверженности лучших его сынов, чему было немало примеров во все времена. Затем наступил самый торжественный момент. Атаман вручил каждому учащемуся группы казачьей направленности удостоверение, значок Союза казачьей молодежи и папаху. Атаману группы была передана булава, как символ атаманской власти, и он получил особые наставления. И вот звучат слова клятвы, в которой обещается свято оберегать и защищать интересы казачества, делать все необходимое, чтобы стать надежной сменой кубанским казакам. Мы, группа казачьей направленности школа номер 14, перед Господом Богом, Святым Евангелем и Крестом, Знаменем, Атаманом, казаками, и всеми присутствующими торжественно клянемся, свято хранить веру православную, верность России и казачьим традициям, оберегать и защищать интерес казачества, соблюдать в семье и обществе православные и казачьи заповеди. Новоиспеченные юные казаки уже давно с нетерпением ожидали вступления в казачьи ряды. Для ребят этот день стал очень важным и запоминающимся. Я очень рада, что в нашей школе появилась такая группа казачьей направленности. Также я очень рада, что она появилась именно в нашем классе. Также еще я очень рада, что выбрали именно меня атаманом, и это очень большая ответственность. Я запомню этот день надолго. Настоятель храма святителя Николая Чудотворца, хутора Прикубанского, отец Владимир, сказал, что казаки всегда были привержены православной вере, и вручил ребятам иконки Николая Чудотворца. Затем честовались победители и призеры школьного этапа предметных олимпиад. Перед зрителями выступили самодеятельные артисты хореографической студии. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, Программа События.